Цирк в странах Балтии. Цирк от латинского циркус круг. Вид зрелищного искусства, которое подчиняется особым законам жанра. В нем артисты разных амплуа демонстрируют публике свои удивительные физические способности и умения. Также цирком называется и специальное здание, в котором устраиваются цирковые представления. Сегодня принято различать традиционный цирк и новый. В традиционном зритель видит множество отдельных номеров. На арену под музыку последовательно выходят фокусники, лизионисты, жонглеры, клоуны, акробаты, гимнасты, эквилибристы, силачи. Кроме того, выступают также собаки, кошки, козы, лошади. Особым шиком считается номер с дикими животными. Чаще всего это обезьяны, тигры, львы, медведи или слоны. Дрессировщик заставляет их выполнять те или иные команды, и даже хищники вынуждены ему подчиняться. Однако в пику традиционному цирку в 70-х годах прошлого века начал развиваться так называемый новый цирк. Основоположниками этого направления стали французы. Цирк воспринимался ими как театр. Современные технологии позволяют артистам расширить язык циркового искусства и ставить настоящие сюжетные спектакли. Новый цирк практически полностью отказался от использования животных. Когда появился цирк? Хотя упоминания о выступлениях канатоходцев, жонглеров и дрессировщиков относятся ко временам еще древнего Египта, современному цирку в традиционном понимании как шоу разножанровых артистов примерно 250 лет. Во второй половине 18 века англичанин Филипп Аслой предложил публике на потеху трюки на лошадях, акробатические номера, выступления гимнастов и показы экзотических животных. Аслой первый построил зал с круглой 13-метровой ареной. Размеры арены до сих пор остаются неизменными во всех традиционных цирках мира. Цирковые традиции в Балтии. Латвия. Первые гастролирующие циркачи появились в Риге в 70-х годах 18 века. Они выступали в Шатрах. Спустя 100 лет Рига обзавелась временным деревянным зданием цирка. А в 1888 году знаменитый на всю Европу цирковой артист и предприниматель Альберт Соломонский построил в Риге каменное здание. Его цирк многие годы так и назывался – Цирк Соломонского. Соломонский прославился тем, что ранее уже возвел каменные цирковые арены в Берлине, в Одессе и в Москве. Ныне это московский цирк Никулина на Цветном бульваре. Однако оригинальное здание московского цирка в советский период было полностью разрушено и перестроено. А цирк в Риге, несмотря на две мировые войны, уцелел и до последнего момента используется по своему назначению. Таким образом, Рижский цирк сегодня один из старейших в Европе и является памятником истории архитектуры. Литва. В Вильнюсе стационарный деревянный цирк появился в конце 19 века. Здесь выступали знаменитые цирковые коллективы. Например, французский цирк Готфруа в 1892 году показал жителям Вильнюса сенсационное по тем временам зрелище – цирк под водой. Маниш французы превращали в бассейн всего за две минуты. В 1929 году был основан первый литовский профессиональный цирк «Аушера» – «Заря». Он просуществовал до начала немецкой оккупации. В 1944 была создана профессиональная цирковая группа «Вильнюс». В 80-х годах с развалом СССР она распалась. Сегодня своего здания цирка в Литве нет. Эстония. В Эстонию цирк пришел позже, чем в другие страны Балтии. Лишь в 1928 году рижанин Фаркар Бракфорд Саламанский построил деревянное здание цирка в Таллине. Однако цирк вскоре обанкротился, и владелец сжег здание, желая получить страховку. Перед Второй мировой войной в Эстонии был популярен цирк «Шапито» Мартина Кролла. Во время немецкой оккупации он свою деятельность прекратил. В советское время эстонские циркачи выступали в составе Таллинской филармонии. Для их представлений в центре Таллина было возведено временное деревянное строение. Сегодня своего здания цирка в Эстонии нет. Современный цирк в Балтийских странах. В наше время в Балтии работает несколько местных цирковых коллективов, как любительских, так и профессиональных. Часть из них выступают в формате традиционного цирка, часть проповедуют новый стиль. Но вне зависимости от подхода, диких животных в Балтийских цирках практически нет. В Эстонии и Латвии действует специальный закон, запрещающий их использование. Литва готовится принять аналогичное законодательство.